Здравствуйте! В эфире программа «Кадры жизни». А значит, сегодня у нас в студии, как всегда, очень интересный, талантливый и красивый гость, который готов поделиться с нами не только секретами своего мастерства, но и кадрами, которыми имеет самое непосредственное отношение. Она могла бы стать учительницей, цирковой артисткой, музыкантом или художником, но сумела осуществить свою детскую мечту и стала актрисой. Она сыграла в кино и театре десятки ролей, которые были отмечены на международных и национальных театральных и кинофестивалях. Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Республики Беларусь Валерия Орланова. Я ложусь в три ночи, потом в пять могу встать, до семи не спать, потом в семь опять лечь спать, могу подняться в два часа дня. Я вот, извините, у меня есть плюс пьесы в это время. Я лежу в кровати, и рядом лежит пьеса под подушкой, два листа, два листа в сумке, три листа на кухне. То есть я все время в этом. И вдруг я понимаю, что он вытягивает меня вот из этой зоны комфорта, а я поняла, что он хочет от меня, и я поняла, что этого не даю. Я отказывалась от роли, потому что мне хотелось по молодости, чтобы пригласили на роль именно меня. Я очень завишу от партнера, очень завишу, поэтому я очень требовательна к тому, с кем я играю. Если у нас с партнером нет контакта, то я доведу партнера так, что у него будет контакт. Всегда стимулировала людей, чтобы они шли за своей мечтой на самом деле. Я в чем-то бесстрашна. Я в чем-то бесстрашна. Интересно, что вы вкладываете в это. Валерия Орланова родилась в Молодечино 5 апреля 1971 года. Ее артистические способности проявились очень рано. Уже в первом классе она ставила во дворе спектакли, организовывая для этого одноклассников. От рождения удивительно пластичная, она с удовольствием посещала цирковой драм-куружок, занималась музыкой, хорошо рисовала. Школу Валерия закончила серебряной медалью и по настоянию родителей решила поступать в педагогический институт, но провалила экзамены. Ее приняли на актерское отделение Белорусского государственного театрально-художественного института. Творческая биография Валерии Орлановой началась на подмостках Республиканского театра белорусской драмы. С 1996 года Валерия Орланова служит в Театре студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм». Является ведущим мастером сцены, награждена медалью Франциска Скорины. Валерия Орланова – заслуженная артистка Республики Беларусь. Что за характер такой упертый? Почему такая уверенность в том, что вы выбрали правильный путь? Насчет характера меня часто в детстве упрекали. Вот характер, вот характер. По итогу я сказала, ну, хорошо, что он есть у меня. После школы пошла в пединститут, чтобы мама хотела какую-нибудь нормальную профессию. Я специально завалила экзамены, я не готовилась. На второй год я пошла поступать в академию уже. У меня сомнения были и в 20, и в 30 лет, и в 40 лет. Может быть, сейчас уже я поняла, что уже куда уже, уже поздно, уже я актриса, ну, куда деваться. И уверенность, может быть, это кажущаяся уверенность. Может быть, это какая-то целеустремленность, она видна, наверное, людям. Если я какую-то цель имею, конечно, то, наверное, ее как-то достигаю. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы посмотрим фотографии. Как вы думаете, почему я сделал такую маленькую подборочку? Меня пугает. Маленькую подборочку. Я уже знаю. Вот я училась в молодежном музыкальной школе. Я не была там отличницей точно. И когда я увидела свой портрет в рубрике «Гордость школы» между Юрием Антоновым и Олегом Елисеенковым, проживающими тоже в Молодечной. Мало этого, я же посмотрел интернет, и вы же среди вот этих знаменитых физиков, академиков, актеров, вы гордость молодеженского края. Рядом с Агинскими, Кириченко и другими. Мне ну это очень приятно, конечно. В четвертой школе, где я училась, там тоже, ну, помнят обо мне. Гордятся. Гордятся, да. И звали там на вечера встреч. Есть такое выражение «всем мы родом из детства». Вы помните, вот, может быть, какой-то самый яркий эпизод вашего детства, который, ну, сформировал, может быть, или, как сказать, показал ваш характер? Классы же раньше были большие, по 30-40 человек. И вот я помню хорошо этот момент, когда девочки собрались и сказали, давайте вот сейчас войдет учительница, которую мы все любили. И она была очень хорошим учителем. И давайте вот она войдет и скажет, вы садитесь, а все стойте. Все стойте. Кто первый сядет, будем избивать всем классом. Я села. Одна. Понимая последствия. Ну, потом меня мальчики зачастили, конечно. Я никогда не шла с толпой, с массой. Родители еще в детстве говорили, если вот Лера сказала «нет», то 10 человек взрослых людей могли биться, не знаю, головой в стенку. Но это было «нет». Я приготовил маленький фрагмент. Как вы его прокомментируете? Я научилась читать именно по титрам фильмов. У меня настолько было, наверное, впечатлительным ребенком, что вот мне казалось, что это вот фильм про меня, мне казалось, что это я там на экране. Да, мне казалось, что я по ту сторону экрана. И те же фильмы Нечаева замечательные. Да, вот я смотрела, и мне тоже казалось, я себя фактически погружала туда, и я даже не могла отличить реальность вот от вымыслов. Музыкой занимались. В цирковую студию ходили. Мечтала быть великой гимнасткой, хотела быть воздушной гимнасткой. Я себе шпагаты, ноги за уши, там, вот, все детство. Но мне нравилось. Вы сейчас известная актриса столичного театра. Часто приезжает кто-то из молодежи, вот, из родственников, из одноклассников, чтобы попасть на премьеру? Да нет, родственников-то у меня-то и не осталось фактически. Сестра-доплемянник. Вот вы мне сейчас заставите плакать, будьте в этом виноваты. К сожалению, так получилось. Папа видел только поводырь и ни одного моего спектакля. Мама видела пару спектаклей, ну, пару фильмов. Я понимаю, что папа мной бы гордился бы очень сильно. Он любил, там, где-то похвалиться, там, ну, вот, что у меня дочка. Мама последние 20 лет сильно болела. В принципе, она меня не узнавала. И, наверное, даже вот я не так остро отреагировала на ее смерть, потому что уже за 20 лет я привыкла, что ее, как бы, в принципе, нет. Сестра старше меня, она 12,5 лет, поэтому она меня как... С детства называли «вторая мама». То есть она меня, в принципе, и воспитывала здесь. Один из последних спектаклей с вашим участием – это тот самый Минкаунзер. Да-да. Для нашего поколения это культовый фильм Захарова, ленкомовские актеры, гениальные. Насколько влияла на вас вот эта вот знаменитая картина? Не влияла. Мне постоянно спрашивают про безымянную звезду, про пигмалион, про... На меня не влияет, ну, не знаю, не влияет на меня. Но вы смотрели? Я посмотрела, потом думаю, надо же посмотреть, надо же, чтобы своровать, да? Ну, как-то я свое что-то сделала. Господа, господа, мой муж – опасный человек. Я вышла за него замуж не по любви, а счувствовала долга перед страной. Двадцать лет. Двадцать лет я смиряла его. Я держала его в рамках семейной жизни. Тем самым спасая от него жизнь и всего общества. А теперь вы разрубаете наши узы. Ну что ж, вините впоследствии только себе. Какую сверхзадачу вам режиссер ставил, когда вот он эту роль вам предложил? Обиженная, оскорбленная женщина. Нелюбовью. Или чем? Нелюбовью. Она любит, а ее нет. А это очень оскорбительно. Подставьте подпись. А вот мне интересно, вы когда соглашаетесь на роль в спектакле «Не мужа», кто режиссирует все-таки вашу роль? Он дома, Александр Васильевич, или режиссер на площадке? Режиссер на площадке, конечно. Ну, почему вы не хотите меня послушать? Ну, приезжали московские актеры, друзья наши, они посмотрели, они, извините, но они забыли, кто играл в фильме «Баронессу». То есть аналогии не возникло никаких. «Летал! Летал!» «Стал! Немец! Биват Мюнхгаузен! Биват Мюнхгаузен! Биват Мюнхгаузен!» После окончания театрального началась вот эта чехарда с театрами. В 90-е годы, вы же понимаете. На основе нашего курса был организован театр РТБД теперешний, тогда он назывался «Вольная сцена», театр белорусской драматургии. Вот, и мы пришли туда. Да. Но это было немножко не мое место, я, в принципе, хотела уйти оттуда всегда, и я через год ушла. В Нику, да. И в Купаловске? Нет, в Купаловске я работала уже на втором курсе. Это меня Андрей Дуарович Гузи в свой спектакль «Ку-ку» привел. И ввел вместо там актрисы, уехавшей, на одну из главных ролей. Я уже работала в Купаловском театре. И там же была моя выставка на малой сцене, выставка моих картин. Десять из которых украли. Ничего себе. Это я сейчас хвастаюсь. Ничего себе. Украли, это уже... Это уже признание. Уже признание, да. Я, когда занимался фондами, обратил внимание, что на вас, в белой радиокомпании, в фондах, наверное, больше всех. Такое ощущение, что в 93-95 год не было спектакля, не было постановки в литературно-драматической редакции, где бы вы не участвовали. Правда? Я уже не помню даже. Меудафни Сусед. О, Боже! Сережа, что вы делаете? У самым Росквите Жаншину. Лаконье было ее у меня. Помните этот фига. Ну ничего себе. Испрытно удовольствие переполоханную кожу, ротой мне, не дав, не снесчастно. Будь моих двадцати гусей орол украл налепшего гусака, туходи со мною в лес. Вырытый мне гусака, не допусти убытку в жароде. Ой, мама. Такая пухленькая девочка. А так играю, Боже мой. Дело в том, что у меня был случай, я вам честно признаюсь. Я ехал в поезде, и со мной разоговорила женщина. Вот я хочу вас спросить про Валерию Орланову. Я так напрягся, я говорю, а в чем дело? Она говорит, я мама Орланова Сергея. Она говорит, вы знаете, что он до сих пор ее любит? Вы знаете, что он до сих пор ни с кем не связал свою жизнь? Потому что до сих пор верен Лере. Я на самом деле желаю ему вот успехов. Я на самом деле горжусь его успехами, правда. Ну, мне приятно сказать, что это мой бывший муж. Его проекты там «Солдаты», «Молодежка», «Психологиня». Я в курсе немножко, да, как бы, ну я же вижу. Я вижу, что он успешный продюсер, с Бондарчуком вместе работает. А в чем была причина развода? Ну, наверное, мне нужно было уйти, чтобы не разрушить себя. Вот и все. Мужчины часто признавались любви, преследовали. Понимаете, вот я сейчас думаю, если бы я тогда понимала, что я хороша, но не пользовалась я своей красотой. Ну, мальчики признавались любви, записочки писали в институте театральном. Небось, бегали тоже с других курсов смотреть такую красоту. Ну, художники, да, постоянно приходили, предлагали писать портреты там. Ну, вот честно, я настолько была настроена на учебу. Вот у меня настолько была цель стать актрисой, учиться. Отличница, в общем. Вот видите, отличница, что я не обращала внимания на каких мальчиков на самом деле. Мне говорили, поступишь, закуришь, запьешь. Вообще не вижу связи. Да. И не курю, и не пью. Так и я, когда учился, мне казалось, более фанатично преданных своей профессии, чем актеры, которые день и ночь там репетируют. Когда им там любовью заниматься? Я жила тогда у тетки, я приходила там под утро домой, там, понятно, да, никто не мог поверить, что нам надо в 8 утра уже показывать этюд, мы ночью остаемся, мы всем курсом лежим под батареями на матах, просто чуть-чуть отдохнуть и дальше работать. Мы работали день и ночь на самом деле. То есть, как бы это сложно, наверное, было поверить нормальным людям. В 96-м году вы приходите в театр-студию киноактера. Это был сознательный выбор или случайность? Это была случайность. Саша Кашпиров подошел к Александру Васильевичу Ефремову, говорит, надо взять актрису, красивая, все такое. Меня подвели к нему на киностудии, ну, представить, что вот молодая актриса, и он говорит, у тебя был абсолютно незаинтересованный взгляд мимо такой. А у меня был такой какой-то период, ну, грустный очень, и мне было вообще не до чего. Обычно же считают, что актрисы как-то стараются заинтересовать режиссера там, да? А мне было вот вообще вот так вот. Возьмут мне все равно, не возьмут все равно. Вот, и я пришла, потом он сказал, я буду ставить таланты поклонники, я вас посмотрю, приглашу. Я пришла, там уже были две актрисы назначенные на главную роль. Потом восемь месяцев я сидела в зале, мне не давали выйти на сцену. В сентябре, помню, Александр Васильевич подошел, ну, при всех, и говорит, ну, конечно, к примеру должна играть ты. В общем, был большой стресс. Нет, ну, сыграла нормально. У меня тогда еще стоял выбор, сниматься в кино, либо быть в театре. Тогда Астрахан запускалась каким-то фильмом, и тоже пробовалась на одну из главных ролей. И стоял вопрос, театр или кино. Ну, я почему-то выбрала театр тогда. Кто-то может получить бенефициант, если театр полон и цены большие. Ведь брал же кто-нибудь очень хороший бенефициант. И я! Да, мы с ним в начале герборки 350 рублей взяли. Вот он вам получит 350 рублей. Саша здесь 45 лет, мне 25, представьте. Да, я думал, что он настолько был влюблен в молодую актрису, что решил под нее поставить спектакль, да еще и самому сыграть главную. Нет, на самом деле, Толя Катенев поехал на съемки, нужно было кому-то выйти, но Александр Васильевич знал о тексте, и он вышел. Угодно получить с меня за ваш бенефициант 400 рублей? Нет, нет, извините. Я не уступлю. Я предлагаю Александру Николаевне 500 рублей. Шабаш, дальше не иду. Цена настоящая. А когда же вот это почувствовалось ощущение того, что вы уже не только актриса, но уже и муза? На спектакле на этом же? Может быть. Я не видела этого. Вы понимаете, я настолько была вот действительно как-то вот у меня цель была... Не видела и не чувствовала? Мне нужно было как-то... Я хотела быть актрисой, я хотела играть. Я играла, я занята была работой, ну честное слово. И когда мне уже другие актрисы стали говорить, а ты знаешь, что Ефремов в тебя влюблен? Я говорю, как? Нет. Я говорю, мне не надо вообще. Мне не надо. Ну зачем портить хорошие отношения? Он ко мне прекрасно относился. Зачем мне какие-то дополнительные ресурсы использовать, чтобы привлечь режиссера, если он ко мне относится прекрасно, ставит спектакль? Ну зачем? Ну, уже в 97-м, через год вы с этим спектаклем становитесь победительницей молодеченской соковицы и получаете приз за лучшую женскую роль. Отчего ты такой умный? Ну, умный или нет, это еще вопрос. Но то, что умнее многих из вас, в этом нет сомнения. А умный от того, что вы больше говорите, чем думаете, а я больше думаю, чем говорю. Да. Да. Да, я тебе теперь скажу самую сокровенную вещь. Только ты, пожалуйста, не сердись. Это... Это наш порог. Женский. Я сегодня... Позавидовала. Тогда было, знаете, меньше мастерства, больше вот моей сути, вот природы. Вот как-то природа меня выручала. Вот я здесь очень искренняя, да, чистая такая. Была такая, наверное, открытость миру, вот какой-то вот... Наив хороший. Вот я вижу, что этот наив и взгляд чистый весь такой. Слушай, ты у нас пообедаешь? После обеда? Я? Тебе? Роль прочитаю! Так и проведем целый день в месяц. Быть музой главного режиссера, художественного руководителя и актрисой в одном театре – это как бы преференции большие. Но, с другой стороны, это же психологический стресс. Как мне говорила Тома Муженко, Лера, держись. Быть женой главного режиссера – это отдельная профессия. Сложно психологически. Сейчас я просто об этом не думаю. Было сложно. Все годы сложно было. Для меня это никогда не было большими преференциями, для меня это было, наверное, большей степенью ответственность. Я настолько сосредоточена была на своей работе, на себе, вот, на роли, на работе над пьесой. Я думала о каких-то других вещах, о невзимоотношениях в коллективе. Больше 20 лет уже идет у вас в репертуаре «Пигмалион». Да. Больше 20 лет. Послушайте. За 20 лет. Вот как вы считаете, ваша роль претерпела какие-то изменения и какие? На самом деле, были разные периоды, мне уже хотелось отказаться. Мне казалось, что я слишком взрослая для этой роли. После 40 мне казалось, что уже все, как бы, после 50 мне кажется, что еще нормально. Может быть, мне кажется. Я говорю, вы мне, если, вы скажите уже, если совсем уже плохо. Скажите, это вы к кому обращаетесь? Со стороны, товарищам, друзьям. И Саше, говорю, ну, мне говорят, пока играй. Я знаю теперь, что такое летать, Оставить сомненья, свободнее стать. И легче, чем ветер, упорнее огня, Идти к своей цели, встречайте вместе. Сколько раз вам перешивали платье за 20 с лишним лет? Ни разу. 20 лет в одном платье? Да. Здравствуй, новый мир, Такой большой, такой прекрасный. Благодарю судьба, что научила жить. За свет любви, за этот миг, За новый день. Смотрите, у вас на телевидении большое количество ролей. Я знаю, в эти же 93-95-е годы я посмотрел, там уже есть роли в фильмах. В 2001 году, по-моему, выходит «Поводырь», и сразу и успех у зрителей, и у критики, и призы. Призы фильму, режиссеру, актеру, вам, как главной героине. В чем секрет этого простого фильма? Какой-то эффект интересный получился. Важно не то, что в фильме, а какая-то аура за фильмом. Это увидели все. Честно говоря, я сидела вот на премьере «Поводыря» в кинотеатре «Москва», там же был переполненный зал. Я смотрела на экран, и я через экран увидела... Я подумала, как же он меня все-таки любит. Режиссер. Какая-то атмосфера любви, и это видно в фильме. А до площадки вот эта влюбленность чувствовалась, Александр Васильевич? Или был строг и требовательный? Строг, требовательный. Кричал и все такое. Как обычно. А давайте потанцуем? А я не умею. Жаль. Без партнера танго не станцуешь. Вы не занимались профессионально танцами на тот момент? Честно говоря, я хотела танцевать, но как-то в «Молодечно» не было каких-то нормальных студий. И у меня была такая мечта, и я пошла танцевать уже ближе к 40 годам учиться. И я пошла, занималась вот 10 лет. Я люблю вас. И что чувствует актриса, когда целуется на сцене партнером? И что при этом чувствует муж-режиссер, который еще на репетиции заставляет это делать? Он кричит «мало, мало, больше, недостаточно друг друга любите». Началось с поводыря. Саша кричит «стоп, недостаточно любите друг друга». Мы, значит, разбегаемся по разным углам, каждый там что-то, опять сходимся. Ну и вот так вот пока не будет любовь в глазах. То же самое на спектакле. Нам надо видеть. Саня, не отпущите меня. Приезжай завтра в лесничество. Часам к двум, да? Да, ты приедешь? Согласны ли вы, например, продемонстрировать свою фигуру, если это будет, ну, действительно, хорошее кино и согласно роли? На самом деле не предлагали. Есть там в автошколе, кстати, моменты такие. Ну, это там комедийный сериал, как бы несерьезно все. А так не предлагали. Потрясающая фигура. Потрясающая. Ну, я на экране лучше, чем я себе думаю. Моя задача не стесняться перед режиссером, а до выхода на сцену подготовить свой инструмент до такого состояния, чтобы всем было приятно на этот инструмент смотреть. Как вы готовите свой инструмент? Благодаря чему вы так хорошо выглядите на протяжении многих и многих лет? Спасибо большое. Но, наверное, это в голове все-таки, вот я вот думаю. Потому что в спортзалы я не хожу, танцами сейчас не занимаюсь. Диеты? Диеты не соблюдаю. Я не употребляю алкоголь, я не курю. То есть, как бы, я, в принципе, уважительно отношусь к своему организму. Вообще, я склонная к полноте от природы девушка, поэтому, наверное, у меня всю жизнь вот это вот в голове, что... Ну, не знаю, это уже выработанная годами какая-то... Не знаю, какая-то ментальная дисциплина, наверное. Слушай, а может, правда, зря мы это затеяли? Переезд этот. Я думал, все будет по-другому. Ну, не все так плохо. Ты посмотри, как у ребенка глаза горят. На самом деле, такой грустный съемочный день был. Я только что приехала из больницы, где меня там откачивали врачи, и мне был... Хороший партнер Миша Хмуров, он меня очень поддерживал и понимал. Мне было настолько плохо, что я даже вам рассказывать в программе не буду. Мне пришлось сразу вот, ну, лечь в постель. Ну, ничего такого нету. Это вершина моего эротического творчества. Можешь подменить меня на домашнем фронте. В смысле? В прямом. Не велика наука. Я, между прочим, 20 лет творила и ничего. Коль, какая ты у меня умница. По фильму вы предлагаете мужу заменить вас на кухне, потому что он без работы остался. Саша может заменить вас на кухне? И вообще, готовит ли он дом? Или вы все, так сказать, крутитесь? Я кручусь. Ну, Саша, как все мужчины, ну, хорошо разогревает. Что вы, Саша, готовите такое, что он просит, ну, как можно чаще? Да все я готовлю. Борщи готовлю, пирожки с мясом, пироги выпекают, торты, рулеты и все такое. Вот мне кажется, что в кино как-то все-таки вас используют достаточно однобоко. Вот мне казалось, что хотелось бы увидеть вас в какой-нибудь комедийной роли, гротесковой. Ну, в кино, понимаете, никто не будет всматриваться в тебя. Вот видят такое меня, ну и все. Давайте посмотрим следующие кадры. Какой плевок, такой позор на всю строчку. А, это я люблю этот эпизодик, да, люблю этот. Ну, вот давно нарывалась. Тише, Леночка, тише. Я больше рада, что я сиськи весь мир увидел. Как ты думаешь, француз ей за это заплатил? Советскую женщину голой никто никогда не видел. Что она сделала с собой? Что она сделала с вами? Такие прекрасные съемки были. Мы там год снимали. Королева красоты Карена Аганесяна. Меня туда утвердили сразу на роль директора дома-модели Кузнецкий мост. И половина текстов тут написана мною. Карен говорил, говори вот в духе 60-х, вот так вот. И мне на ходу приходилось вообще сочинять. Я заметил, что вот режиссеры действительно сериалов очень часто используют актеров, любящих и умеющих импровизировать. Они сидели за монитором, там просто, ну, хохотали так. Говорила, что в голову приходит первое, что вижу, то пою. Ну, это тоже смешно было. Мне нужна вот эта девушка. Кто вы такой? И кто вас сюда пустил? Ну, так. А, журналист, значит. Ну и зачем вам она? Хочу взять у нее интервью. Вы снимаетесь почти во всех фильмах Александра Васильевича Ефремова? Почти. Почти, я же сказал, почти. А как Александр Васильевич относится вот к тому, что вы снимаетесь у других? С радостью, благодарностью к этим режиссерам, с удовольствием. Он считает, что да, меня должны снимать другие режиссеры. Он огорчается, когда меня кто-то не приглашает. Но я обратил внимание, что еще один режиссер, кроме Александра Васильевича, очень часто приглашает вас в свои фильмы. Это Александр Кононович, выпускник нашей Академии. Так получилось. И я у него в трех фильмах сыграла главной роли. В трех. Да, да, да. Работалось прекрасно. Тетка хочет оставить наследство идеальной семье? Да. Так мы дадим ей такую семью. Вы знаете, я залез в интернет здесь как-то, да? Даже выписался я здесь. Чудное. Красивая. Очень талантливая актриса. Там, где я видел, достоверно и филигранно исполнена роль. Жаль, мало приглашает для съемок в стоящие сериалы. А я заметил актрису Валерию Орланову еще в Каменске. Мужчины не плачут. Роли не главные, но очень заметные, запоминающиеся. Слушайте, и таких комментариев я прочитал на ваш счет очень много. А у вас есть свой этот сайт? Нет, сайта нет, но люди часто пишут хорошие слова. Тимоша очень скучает по Олине. Он все время только о ней говорит. Может, ну, давай возьмем какого-нибудь сироту, для которого мы будем желанными родителями. Может, вообще возьмем грудного или двухгодовалого ребеночка, который вообще ничего не будет помнить. Да я хочу жить со своим родным сыном. Ты не можешь этого понять, потому что у тебя не было детей. Спасибо. Наверное, вы бы тоже намечтали о каком-то семейном счастье, о детях вокруг себя? Знаете, каждому свое, во-первых. Во-вторых, тема сейчас для меня, ну... Было бы глупо, наверное, если бы она была актуальна, да? Вот когда-то это была тема для меня, ну, острая. Но я не из тех женщин, которые там, как врачи говорят, приходят, что если я там не рожу ребенка, то уже не жить мне на этой земле, скажем так. Ну, нет у меня детей. Ну, я в чем-то обделена в жизни. У каждого из нас есть свои ограничения. У каждого. Вас это не мучает? Не все в жизни нам дается, не все. Ешь, ешь. Давай, положу. Давай. Вячеслав Саныч Никифоров говорил, что я мог бы взять там московских актрис, которые бы это сыграли. Но мне нужно, чтобы это в человеке было. Вот он увидел это у меня в глазах, скажем так. Это не надо играть было. Были какие-то реакции такие, ну, мне тяжело было жить в этот период, на самом деле. Жить в жизни. Потому что я была в таком, в непонятном вообще состоянии пограничном. Меня дома раздражали какие-то вещи, которые нормальных людей не раздражают, скажем так. Спять и мышки, и стрижи, Спять машины у гаражи, Ты так сама, Каля, мамы, Тихо, тихенько ляжи. Ну, а часто работа или в спектакле, или в кино выбивает вас? Приходится выходить из зоны комфорта, да. То есть ты должен себе сделать все-таки больно, где-то испортить настроение. Это называется выйти из зоны комфорта. Да, но бывает, что можно и без этого сыграть. Многие актеры не хотят выходить из зоны комфорта. Не выходит никто, зачем тратиться вы что-то. Не хотят, конечно. А зрители это чувствуют? Я знаю, что зрители это чувствуют, поэтому я стараюсь быть честной в этом смысле. Каждый раз быть настоящей и вытягивать свои настоящие чувства. Но это чревато для себя, для своего здоровья, для своей психики. Я стояла на краю земли Больше точно не могу лететь И уходят наши корабли Нам уже, наверное, не успеть Эту песню нам вдвоем допеть Ну, это фильм Александра Балуева, режиссерский дебют, фильм «Отель». Конечно, это для меня действительно какой-то подарок, наверное, с небес. Ему показывали снимки разных актрис, и Оля показала ему снимок, мой, он сказал, это она. И больше проб не было. Причем доехать тогда было невозможно, границы были закрыты, мне пешком пришлось идти через границу. То есть двое суток я туда добиралась, в Калининград, и Саша ждал только меня. Какая судьба у фильма? Прекрасная судьба, получил много призов в Италии, в Индии, в России. То есть Саша уже отмечен многократно. Ну, он тут и в роли режиссера, и в роли главного героя. Это его дебют в режиссере. Это его режиссерский дебют, да. Успешный. Успешный, красивый. Там меня немного, но картина посвящена как бы этой женщине. Как раз. Это про нее все. Ты мое сердце, ты мое чудо, обниму нежно и с тобой буду. Похвастаюсь. Мне театральный критик Татьяна Петровна Орлова подарила шаль своей матери, актрисы Зои Свинарской, которую ей подарила там в начале прошлого века «Жена Михаила Чихова». Ее предлагали отдать тут шаль в музей, но вот она отдала ее мне. И как бы я чувствую ее особую энергетику. Судьба. Тоже судьба. Знаковые вещи какие-то такие вот. Очень интересно. Жизнь вообще как, я не знаю, воспринимаю как подарок. Мама! Доброе утро, Едь. Надень их мне. Забудь про них. Ты обязательно встанешь на ноги, доктор обещал. Но танцевать ты не будешь никогда. Смирись с этой мыслью. Вот когда смотрел этот фрагмент, я подумал, ну ведь у вас же была аналогичная ситуация в жизни. Вы же тоже могли остаться прикованы к инвалидной коляске. Ну, могло быть, но нету, поэтому все хорошо. Я же живу, как говорят, да, живи, как будто бы ты умер. Вот я умерла и живу. А что это было? Это переломы позвоночника, четыре перелома шеи. Это больно каждый день. И на сцене бывает тяжело. И на танцы вы ходили 10 лет, и это преодолевали себе эту боль? Если мне больно, я буду делать, да. Можно через боль пройти дальше, скажем так. Слушайте, вы просто мужественная женщина. Нет, я женщина просто. Есть такое состояние прекрасное, оно называется держаться. Есть себя хорошо чувствовать, хорошо выглядеть, а есть очень точное состояние держаться. Вы знаете, я начал водить машину очень поздно, и до сих пор неуверенно чувствую себя за рулем, поэтому мне всегда кажется, когда вот сигналят, мне всегда кажется, что это мне сигналят. я так дергаю, что у меня прям сердце обмирает. Это у всех такое. Вот. А как у вас отношение с машиной? Прекрасное, прекрасное. Я вообще внимательный водитель, и я по принципу езжу, то есть я не нарываюсь. Я езжу, вот я только сейчас поняла, кстати, значение поговорки неуверенно не обгоняй. Потому что вот, если бы, может быть, я умела нарушать правила, да, может быть, я бы и нарушала, но я не умею этого делать, так что я, я по телефону даже не разговариваю за рулем. Я снимаюсь передачи, да, за рулем, ну вот давай, все, я только рассказывала, как я за рулем никогда не разговариваю по телефону, все, пока. Вот так вот, видите, как это мой муж меня подставил. Вот, блин, Да как же вы могли? Да что же это такое? Понимаете, в дорожный транспорт. Это была не я, машину у меня угнали. Ну вот, тем более. Мы эту машину 4 дня уже ищем. Слог сбили. На самом деле, вот кадры из фильма вы показали, там была печальная история, в том смысле, что основное из условий утверждения на роль, это было вождение автомобиля. Ассистентка сказала режиссеру, Лера Шумахер у нас. Я вообще не умела водить тогда автомобиль. Если уже когда на пятой картине у тебя условие, что ты водишь автомобиль, а ты не водишь, я поняла, что это уже становится профнепригодным. Я просто, ну, профнепригодность. И поэтому я пошла обучаться. Потом я поняла, что там петь, что я хочу лучше петь. Я пошла заниматься там вокалом, допустим. Я пошла, что на сцене я хочу лучше танцевать. В общем, все для профессии получается. Откуда? Извините, я очень рад вас видеть. Добрым здравиям. Джан, нужно идти, иначе они разнесут весь зал. Данилов здесь? Да, он всегда бывает, когда я пою. Еще в зале этот московский, из НКВД, Огальянс. Он тоже спрашивал от Джанна. Пойдите к Огальянсу и скажите, что Данилову здесь появляться нельзя. Это опасно. Скажите, что здесь люди Чертова. Запомнили фамилию? Чертова. Их много. Ясно? Конечно, ясно. Теперь мне все ясно. Я иду. А зрителям скажите, что Джанн скоро будет петь. Угу. Когда Александр Васильевич запускается сериалом, он дает вам выбрать роль, которую вы хотели бы? Нет. Не советуется? Ну, он сам как бы имеет что-то в виду, но, допустим, в театре часто мне дают одну роль, я прошу другую. Я Марти. Эмилия Марти. Значит, вы адвокат. К вашим услугам. Который ведет дело вот этого вот Грегора. Да, то есть мою. А наследствие Пеппи Прусса. А то есть Йозефа Фердинанда Прусса, скончавшегося в 1827 году. Как? Как он уже умер? К сожалению, без малого сто лет тому назад. Я не знала. Первый раз вижу, вот, Сереж, первый раз вообще никогда не видел. Так интересно, на самом деле. Все вообще такое по-другому воспринимаю. Я стал молодым. Мне 20 лет, не видите? Думаю, 20 лет. Вы тоже, вы тоже не постарели. Человек, человек не должен стареть. И пока человек жаждет любви, ох, я буду жить долго. Зритель же сидит буквально в метре от вас. Насколько вот это влияет? Мне было очень комфортно. Мне так нравилось вот это вот. Вот я уже говорил о том, что я вот знаю вас уже больше 30 лет, и для меня вот вы как в спектакле средства Макрополуса. ну не меняйтесь. А если меняйтесь, только в лучшую сторону. Годы не властны над вами. И я вот понял, почему вот это желание самосовершенствоваться, оно уже отражается. И на внешнем виде вы не даете себе расслабляться. Как говорят, мысли, слова и поступки это то, чем мы становимся в конце концов. После определенного возраста, конечно, все видно человека на лице. Угощайтесь, Виктор Петрович. Может подлить свежую очередь? Нет, нет, не надо. Ой, ну как это не надо? Боже, у нас тут целый день. Я играю там женщину, которая очень хочет замуж. У нее в твензерную роль, она прямо, она просто, ну ей надо просто, вот мужчина, чтобы замуж. Все это, она так хочет. Все никто не берет, все бросает. Вам понравилась репетиция нашего спектакля? Да. Да, Артур Теграныч бывает не сдержан, но он настоящий творец. Благодаря ему наши любительские постановки лучшие в районе. Знаете, у нас все сотрудники замечательные, такие молодцы. А что вы скажете, вот как вам тут у нас, какие ощущения? Вы везде в спектаклях, ну прекрасно одеты, прекрасно причесаны, выглядите изумительно. Ну я понимаю, театр, кино, там гример, костюмер, стилист, все в ваших руках. А в жизни есть свой стилист, есть свой гример, кто за стилем следит, кто одежду покупает, кто советует вам. Серьезно, что вы смеетесь? Кто спонсор мероприятия? Ну вы... Ну спонсор, понятно, это муж. Ну сама лицо, я никому не даю там трогать, сама крашусь. Макияж наношу, грим в театре. У меня в жизни подруга Таня Федосова, которая делает меня красивой для всех фестивалей. Волосы, прически подсказывает, что надеть. Я не могу отказать себе в удовольствии, чтобы мы посмотрели еще фрагмент одного спектакля, который тоже мне очень нравится. Слушай, а делаем вот что-то. Что? Обвенчаемся. Нет. Нет, потихоньку. Нет. Потихоньку все останется, по-прежнему, это опять вошли в свою классную жизнь. Просто я не буду плакать, я не буду страдать. Просто я не знаю, все по-прежнему. Ничего не изменится? Мой любимый спектакль. Мы играем раз в три года, я не знаю, так ставят в расписание, очень жалко, очень печально. Годы уходят, и как бы хочется его поиграть очень. Я думаю, те, кто приходят, зрители не жалеют совершенно, что попали. Просто думают, классика, Астровский. Ну да, это прекрасно. Я считаю, что Саша, там один из лучших спектаклей, классический, по-хорошему классический, такой по-живому. А вы знаете, вот это вот, это очень возможно. Я допускаю, вы знаете, после колебания, но я все-таки поставил на своем. 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 После колебания. Вы закончили музыкальную школу, говорили, брали уроки вокала. Наверное, любите петь. Но в кино, в театре часто? В театре часто же, да, как бы, почти во всех спектаклях. А хочу, никто не понимал, что по любви мечтают и о них. Хороший спектакль. Хороший. Ну, вы сами выбрали свинье, или? Так это же было очевидно. А, жена главного режиссера. Жена главного режиссера. На доске это расписание написано. Орланова свинья. Все довольны. Ну, как бы я взлетела. О, Боже мой. Ведь сердцем я не знаю это. и о любви мечтаю неземно. Я вот обратил внимание, да, вот тоже просматривая спектакли, что вот как-то на поклонах вот вы выходите такая забоченная постоянно. Такое ощущение, что или вы стесняетесь зрителя, или вы недовольны, как вы сыграли. Я не очень люблю вот это вот поклон и кланяться из детства. Для меня какая-то тема такая в музыкальной школе, как сейчас, помню, сижу, так уже руки потеют. И думаю, сейчас надо же выйти как дури поклониться, потом сыграть произведение, потом опять в конце вот это вот стать и поклониться. Для меня это было, отнимало 90% моей энергии. Ух ты! Ты смотри какая! Но я рад вас видеть. Тебя. За все эти годы не было ни дня, ни минуты, чтобы я не вспоминала тебя. Я тоже вспоминал тебя. Я иногда думаю, если бы не было войны, я бы тебя не встретила и была бы счастлива. Я вот то, что вижу и то, что я чувствовала, это две большие разницы. Мне было настолько плохо, что даже не передать словами, просто. А что там? Там какой-то лил дождь, на одной ноге 8 портянок, на второй 9, один сапог больше второго. Это же мы в 4 утра вставали, ехали на этот полигон, днем была жара, чуть ли там не под 40, заедали осы, плакала под каждым кустом. Я понимала, что я должна играть очень сильного человека. И я просто умирала от своей слабости собственной внутренней. Мне настолько было физически, морально плохо, как Лере, что я не знаю. А часто бывает на съемках так? Часто. Вот мы с Сашей говорили, хоть сразу в кино, чувствовали себя нормально. Ни разу. Чтобы вот так вот встал, такой радостно пошел на работу, как на праздник, ты не доспишь, как правило, не спишь всю ночь. Ну да, готовишь. Потом уже едешь в непонятном состоянии на эту съемку, потом все ждать. Это очень тяжело физически, почти невозможно. Каждый раз ты стоишь в смысле, думаешь, все, я, наверное, не надо мне уже больше никогда в жизни сниматься в кино. В театре ты можешь хоть там выспаться, подготовиться, прийти на спектакль, к вечеру. Ты уже знаешь, что всем там ты выйдешь, а тут же все непредсказуемо. Кино очень просто... Меня именно беспокоит больше вот эта физическая составляющая. Многие же думают, что съемки-то так прекрасно. Камера, мотор, поехали. Кто попадает на съемочную площадку, больше, наверное, ну, многие не хотят потом больше вообще связываться с этим. Вот я все фильмы свои знаю, что я все сыграла не так, как я хотела. Вот все. Потому что я была не в том состоянии, чисто физическом, просто преодолевала свое вот это вот. Что у меня не так? Почему меня нельзя любить? Выходи за меня замуж. Стань моей женой. Что-то случилось. Пусти меня. Пусти. У тебя такая же несчастная любовь, как и у меня. Так как у нас программа не безразмерная, я иду к нашему знаменитому Яуфу, в котором лежит предмет. Сережа, мы все время пугаетесь сегодня. Который вы должны расшифровать. Почему я именно его взял сегодня на передачу? А-а-а, я поняла. Это вы намекаете на мое увлечение, да? Какое? То, что я высаживаю розы на общественной клумбе возле дома, да? У вас нет дачи? У нас нет дачи. Никогда не хотела. Я высаживаю розы, покупаю, мне привозят, я сама копаюсь. Ну, люди, конечно, не всегда себя хорошо ведут, там и затаптывают, бывает, и сигареты, и все такое. Вот. Но, тем не менее, я все равно упорно это сажаю, ухаживаю. Я стараюсь сажать цветы те разные, которые пахнут еще очень хорошо. И ходят дети, фотографируются, ходят люди, нюхают, там это все. Вы знаете, у нас в конце, как всегда, бывает блиц-опрос. Я должен не отходить от традиции. Короткий вопрос, короткий ответ. Ну, давайте попробуем быстро. Знак зодиака ваш. Овен. Ваш любимый цвет? Ну, лавандовый, фиолетовый был, ну, склоняется к розовому в последнее время почему-то, не знаю. Ваш любимый напиток? Молоко. И коньяк. Коньяк на ночь, чайную ложку. Ваш любимый праздник? Да я люблю все праздники, я вообще жизнь люблю. Я люблю Новый год, люблю День рождения, люблю День рождения своих близких. Ваше любимое место в Минске? Моя спальня и моя кровать. Что вы не прощаете людям? Я все прощаю людям. Прощаю. Даже предательство прощаю. Что вас больше всего пугает? Я боюсь за близких больше. Боюсь, там, за здоровье близких. Ваше главное достоинство? Может быть, какая-то сила или стержень, стойкость какая-то все-таки во мне есть. И какая-то есть такая возрождаемость, как у Феникса немножко. А ваш главный недостаток? То, что я всех мерю по своей мерке. А это неправильно. В чем, на ваш взгляд, смысл жизни? И смысл жизни, наверное, в том, чтобы следовать своей судьбе, и каждому человеку достойно прожить именно свою собственную жизнь. А в чем счастье Валерия Орланова? Счастье – это то, что нельзя искать снаружи. Счастье – это то, что движет человеком изнутри. Счастье – это его состояние. И зависит оно только от него. Валерия, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Спасибо за те кадры, которые вы нам подарили. Огромное спасибо. Я уверен, что этих кадров будет еще очень много. И я думаю, что, посмотрев сегодняшнюю передачу, очень многие узнают вас немножко с другой стороны. Я хочу подарить книгу очень хорошего автора Юрия Полякова. Очень интересный собеседник, наш близкий друг с автографом, Сережа, да, в память о прекрасных воспоминаниях в честь будущих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok